Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Траурное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошло 13 февраля в станице Смоленской. Мероприятие посетили глава района Адам Джарим, глава смоленского поселения Сергей Безуглов, казачество, духовенство, представители районного совета ветеранов и школьники станицы. Подвиги солдат, не вернувшихся с войны, увековечены не только в камне, но и в сердце каждого из нас. И меньшее, что мы можем сделать в память о прошлом, построить достойное будущее для потомков. Дорогие дети, сегодняшнее мероприятие больше посвящается вам, потому что вы сегодня продолжатели тех великих побед, великих людей, наших отцов и дедов. Вы сегодня закладываете тот фундамент, на котором будете жить вы, ваши дети и подрастающее поколение. И очень важно, чтобы вы первые шаги своей юношеской жизни, взрослой жизни делали без ошибок. Ожесточенные бои за освобождение станицы Смоленской унесли множество жизней. До сих пор поисковики и историки ведут работы по восстановлению событий тех лет. И как результат долгих и кропотливых исследований для собравшихся была представлена военно-историческая реконструкция боя 13 февраля 1943 года. Запах пороха, звуки выстрелов и разрывы снарядов – будто ожившая картина из прошлого. И несмотря на то, что патроны у бойцов были холостые, эмоции, которые испытали зрители, самые настоящие. Почтить память героев войны пришли и те, кто прямо сейчас защищает нашу страну. Боевую вахту у памятника воинам-освободителям вели бойцы 90-го зенитно-ракетного батальона. А в завершении мероприятия торжественным маршем по улицам Станицы прошли военнослужащие из 32-го инженерно-саперного полка как яркая иллюстрация новой страницы в славной истории нашей страны. Патриотический концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, организовали гимназисты Станицы Азовской. Сегодня в школе у нас проводится мероприятие, посвященное военно-патриотическому месячному. Мы встречаемся с ветеранами. Знаете, мы сейчас как раз как один из классов проходим историю Великой Отечественной войны. Я знаю, как тяжело удалась эта победа. Я примерно могу предположить, что им пришлось пережить. И мне так радостно, что мы еще можем их видеть живыми, потому что я понимаю, что я это, наверное, последнее поколение, которое может воочию их увидеть, спросить, как это было, что это было. Для нас это очень важно, мы это очень ценим. Школьники встретились с творческим коллективом хора «Ветеран» из Черноморского дома культуры. Хор известен всему Краснодарскому краю. Его участники – ветераны войны и труда. В этом году хору исполняется 33 года. Участники войны все уже в преклонном возрасте 97, 95, 93 года. А мы по школам, по детсадам везде участвуем. И хоть чуть-чуть рассказать надо о сути, которой мы здесь и сегодня. Чтобы была такая война, были такие трудности, но все же выжили. И пускай мирное небо остается над детскими головами. На дворе 21 век. Но как бы ни отдалялись от нас годы Великой Отечественной войны, память о них, об их героическом прошлом, никогда не сотрется из памяти людей. Душевное исполнение военных песен вызвало самые трогательные и волнительные эмоции у детей и педагогов. С особым восторгом юные зрители аплодировали под песню «Смуглянка». Приглашенные почетные гости Муродян Григорий и Валентина Трукунова рассказали учащимся солдатам, которые ценой своей жизни спасали товарищей и пожелали молодому поколению мирного неба над головой, счастья, чтобы годы войны никогда не коснулись их сердец. Ученики гимназии поблагодарили гостей, исполнив песни военных лет для всех героев, не вернувшихся с полей сражений и ушедших от нас в мирное время. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. В детской художественной школе поселка Ильского прошло патриотическое мероприятие в память о героях Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы ребята знали, помнили героев, людей, которые сделали это мирное небо над нашей головой. В школу приехали почетные гости, ветераны, участники боевых действий, представители района и местной администрации, сотрудники нефтеперерабатывающего завода. Особо значимыми для детей стали выступления ветеранов, жизненно раскрывшие перед юными художниками страницы подвигов героев боевых действий. Председатель Краснодарской краевой общественной организации памяти маршала Георгия Жукова Вячеслав Головко поделился с ребятами воспоминаниями о страшных днях войны, которые ему, будучи ребенком, пришлось пережить. Надежда Корнилова, председатель Жуковского движения на Кубани, отметила, что более 4 тысяч школьников вступили в отряды юных жуковцев в Северском районе, тем самым увековечивая память о феноменальном полководце, о маршале Победы. А Василий Данченко, ветеран вооруженных сил, участник боевых действий в Афганистане, призвал учащихся помнить, что они будущие защитники своей страны, своих родителей, и такие понятия, как долг, честь, совесть, не должны потерять свою реальную ценность в современном мире. Уходят из жизни люди, участники и свидетели этих горестных и героических событий, но мы из поколения в поколение несем память о победе в этой войне, очень важной для истории нашей страны. Ты нам оставила ясное небо отчизны, дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни, радость работы на мирной, счастливой земле. Ощутить всю живописность и красоту родного края и его жителей присутствующие смогли, обратив свой взгляд, на экспозиции фотовыставки Александра Малеревского, члена Союза фотохудожников России. Детство Александра Малеревского прошло в годы войны, а жизни в это непростое время он зачитал свои истории, которые искренне тронули сердца юных зрителей и гостей. Надолго в памяти учащихся детской художественной школы останется трогательная встреча, помогающая воспитать души хребят чувство глубокого патриотизма. Мероприятие в преддверии значимого политического события в России выборов президента Российской Федерации прошло в молодежном центре этаж. Сделать выбор в своей судьбе порой бывает очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства. На деловой игре поговорили об избирательном праве и избирательной системе, о демократических выборах. В ходе мероприятия организаторам и ребятам из школы номер 45 удалось создать дружественную доверительную обстановку. Опираясь на жизненные факты, близкие подросткам, удалось расширить и обогатить их правовые знания, избавить от ошибочных представлений, стереотипов и установок, помочь осознать, что знание своих прав и умение их реализовывать помогает стать человеку более успешным в жизни. Подобного рода встречи с молодежью проводятся для того, чтобы активировать их политическую гражданскую позицию. Несмотря на то, что они еще школьники, и еще не достигли своего совершеннолетия, но это сейчас уже позволяет им получать базовые знания об избирательном процессе, об избирательном праве, и потом уже более активно вливаться в политическую жизнь общества. Второй районный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов, приуроченный к месячнику военно-патриотической оборонно-массовой работы, состоял с 13 февраля в Северском доме культуры. В битве хоров приняли участие школы нашего района. Хоровые коллективы исполняли песни отечественных авторов и композиторов о Великой Отечественной войне, о родине и о российской армии. Во многом, благодаря песне, народ смог выдержать все испытания, тяготы войны и одержать победу над жестоким врагом. В любое время песня помогает строить и жить. Между выступлениями конкурсантов зрители познакомились с историей создания и творческого пути прославленных представителей вокально-хорового творчества. Наша страна по праву гордится государственным академическим русским народным хором имени Пятницкого, легендарным ансамблем песни и пляски Министерства обороны Российской Федерации имени Александрова, мужским хором Московского Сретенского монастыря, а также кубанским казачьим хором, мастерство которого признано во всем мире. А Большой детский хор центрального телевидения и состаюзного радио, образованный в 1970 году, за годы своего существования достиг больших успехов, став лауреатом многочисленных национальных и международных конкурсов. А над нами яблоковые вот плеватые, небесом целый, внулись, когда она падает, и под солнечным дождем от тебя мы край поем, от тебя, моя кубанючий дом. Дух патриотизма и гордости за свою родину присутствовал на протяжении всей конкурсной программы. Зрители очень тепло и по-доброму приветствовали все коллективы. Массу впечатлений и положительных эмоций получили не только зрители, но и участники. Результаты вокального мастерства будут размещены на официальном сайте Центра творчества. Выбрать же победителя зрительских симпатий может каждый, проголосовав за понравившийся хоровой коллектив на сайте Управления образования. Голосование продлится до 17 февраля включительно. В парке имени Пушкина в Станице Северской сотрудники госавтоинспекции для учеников школы номер 45 провели игру на знания правил дорожного движения. Мероприятие прошло в форме вопрос-ответ. Ребята продемонстрировали свои знания дорожных знаков, сигналов светофора, правил для пешеходов и пассажиров, а также получили в подарок светоотражающие элементы. Такая увлекательная неформальная встреча с сотрудниками дорожной полиции оставила у детей много положительных эмоций и полезных знаний, которые помогут школьникам в будущем оставаться в безопасности. Работа по пропаганде дорожного движения с сотрудниками госавтоинспекции активно продолжится и с другими школьниками района. Мы планируем проводить подобные встречи, мы планируем проводить рейды, мы планируем встречи с родителями и также будем доносить их о необходимости покупки тех же самых светоотражателей, чтобы обезопасить их детей на дороге. И, естественно, это будет стопроцентный результат. Говорит и показывает атаман. Погода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...